Это не выставка картин известных художников, это рисунки детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. А рядом с ними полотна, на которых команда профессиональных художников Казани отразила детские зарисовки. Такие трогательные рисунки с неуверенными штрихами фломастеров, карандашей, красок. И выполнены они с большой любовью. Здесь дети отразили всю важность родителей, которые находятся рядом с ними в сложный период жизни. Сегодняшняя выставка показывает то, как много талантливых детей у нас есть. И хочется об этом освещать, и хочется об этом говорить. С нашей стороны, наверное, это музыка, хорошее настроение и радость. В колонном зале Казанской ратуши прошло благотворительное мероприятие «Я и моя мама-фея», где организаторами выступил благотворительный фонд «Дома Рональда Макдональда». Благодаря этому фонду во время лечения дети вместе со своими родителями проживают в специальных гостиницах, где есть все необходимые условия. Семейная гостиница «Дом Рональда Макдональда», которая находится в Казани, она полностью бесплатная. И сама основная цель проекта – это стать домом вдали от дома для этих семей. Основная цель фонда – создать комфортную домашнюю обстановку, потому что именно в такой атмосфере дети выздоравливают гораздо быстрее. Это настоящий дом, где есть большая детская, игровая, где есть большая кухня. Там все эти условия просто предоставлены, все-все, от и до там на высшем уровне. Все собранные средства с этого благотворительного мероприятия пойдут на содержание дома Рональда Макдональда в Казани. Ведь так важно и необходимо, чтобы мама всегда была рядом с ребенком, особенно когда у него серьезные заболевания. О таких мамах, противостоящих вместе с детьми, онкологическим и другим тяжелым заболеваниям, рассказывало благотворительное мероприятие. Хотя не меньшую значимость оказывают и папы, которые поддержат, помогут и всегда будут верить в своего ребенка. И время позднее на часах, а я-то мама мой лучший друг. В концертной программе участники и организаторы смогли отразить всю теплоту, нежность и показать, что эти дети, они абсолютно такие же, как все остальные. Творческие коллективы через свои песни и танцы смогли отразить всю важность поддержки и нахождение родителей рядом со своими детьми в такой непростой период. И показали, что несмотря на это, нужно продолжать верить. Наверное, мы все считаем, что наши песни будут помогать и помогают жить, и жить не просто так, а жить в радость и счастье. И студентка Института филологии межкультурной коммуникации Казанского, федерального Гузель Валиева, приняла участие в этом благотворительном мероприятии. Совместно с фотографом Республики Татарстана Игорем Золонским они создали мультфильм, оживив пластилиновые фигурки. Этот мультфильм состоит из шести частей. В его создании приняли участие известные люди Казани и сами дети. Идея такая, что каждая часть этого фильма иллюстрирует привычные будни ребенков до Мирона, до Макдоналда. Но необычными эти дни делают именно присутствие родителей рядом. То есть мама, как волшебная фея, преображает каждый день ребенка. И пока одни мечтают о карьере актера, певицы или актрисы, эти дети просто верят. Верят, что сбудется их самая заветная мечта, и однажды они проснутся абсолютно здоровыми. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.